Данадилитва с Аллах благом, шейх. Теперь мы подошли к описанию праздничного намаза. Во время праздничного намаза происходят 7 такбиров в первом ракате. Сначала произносят такбират улихрам, а затем еще 6 такбиров. Аллаху акбар. Во время произнесения первого такбира поднимают руки. Как об этом сказали все ученые. Что же касается оставшихся из этих 7 такбиров, то ученые разногласили относительно этого. Но правильным является то, что во время их произнесения также поднимают руки. Достоверно передается от Ибн Умара, да будет доволен им Всевышний Аллах, что он произносил 7 такбиров и поднимал руки во время произнесения каждого из них. Исходя из этого, мы скажем, что лучше поднимать руки во время произнесения каждого такбира. Итак, сначала произносят первый такбир. И это такбират улихрам. Затем поминают Аллаха Всемогущий на Велик, произнося слова «Субханаллах, аль-хамду лиллях», вознося молитвы за пророка, саляллаху алейхи ва салям. Затем произносят второй такбир и опять говорят «Субханаллах, аль-хамду лиллях, ва ля хауля ва ля кувата и ля биллях». Потом говорят Аллаху Акбар третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой раз, каждый раз повторяя то же самое. После седьмого такбира произносят дуау листифтах. Относительно места произнесения дуау листифтах ученые разногласили. Некоторые из них считают, что дуау листифтах следует произносить сразу после такбира тулихрам. То есть произносят первый такбир Аллаху Акбар, а затем произносят дуау листивтах, а затем после каждого следующего такбира поминают Аллах, Всемогущий и Велик. Некоторые из них считают, что дуау листивтах произносят после седьмого такбира, потом говорят «А'узу билляхи мин ас-шайтан р-раджим, бсмилляхи р-рахмани р-рахим», а затем читают суру Аль-Фатиха. Некоторые из них считают, что такбиры произносят друг за другом непрерывно, без того, чтобы поминать Аллаха между ними. И как бы кто ни поступал, в этом вопросе не надо порицать. Однако более предпочтительной сунной является поминание Аллаха, Всемогущий и Велик, между каждыми двумя такбирами. Произносят такбир, а потом говорят «Субханаллах, альхамду лиллях, ла илляхи илляллах, Аллаху Акбар». Потом еще раз «Аллаху Акбар» и опять слова поминания Аллаха. А после произнесения седьмого такбира произносят дуау листивтах, «Субханакаллаху мау бихамдик, ватабаракасмук, ватааладжаддук, ва ла илляхи гайрук». Затем произносят слова «А'узу билляхи мина шайтанирраджим, бисмилляхи ррахманиррахим», а затем читают суру Аль-Фатиха. Затем после прочтения суры Аль-Фатиха является сунной читать в первом ракаате суру Аль-А'ля. По окончании чтения сур совершают поясной поклон, подобно тому, как это делают в других намазах. Затем выпрямляются, затем совершают два земных поклона, а затем встают на второй ракаат. В нем произносят пять такбиров, не считая такбира, произносимого во время вставания после земного поклона. Затем переходят к чтению суры Аль-Фатиха, а после нее во втором ракаате читают суру Аль-Гашия, как сообщается в Сахихе Муслим от Нумана ибн Башира, да будет доволен им Всевышний Аллах, что пророк, саляллаху алейхи ва салям, читал во время пятничных и праздничных намазов суры Аль-А'ля и Аль-Гашия. Также приводится, что он читал во время праздничного намаза в первом ракаате после Аль-Фатихи суру Каф, а во втором ракаате сур Аль-Камар, как сказано в хадисе от Абу-Уа-Кида Аль-Лейфи, от пророка, саляллаху алейхи ва салям, который приводится у муслима, приводятся оба варианта, а более достоверным является чтение сур Аль-А'ля и Аль-Гашия. Если же будут читать какие-то другие суры из Корана, то мы скажем, что в этом нет проблем. Итак, каким образом совершается праздничный намаз? Сначала произносят такбиратуллихрам, после чего произносят шесть такбиров, что в сумме составляет семь такбиров. Некоторые говорят, что следует произносить семь такбиров, не считая такбиратуллихрам, так что в итоге выходит восемь. Но более правильным является произнесение семи такбиров, включая такбиратуллихрам. Во втором ракаате произносят шесть такбиров, включая такбир, произносимый во время вставания. А без этого такбира сколько выйдет? Пять. Это что касается такбиров. Относительно этих такбиров мы скажем, что их произнесение является сунной, а не ваджибом. Если совершать намаз без этих такбиров, то намаз будет действительным. То есть, если произносят Аллаху Акбар, затем произносят дуау листивтах и говорят «а'узу биллях бисмиллях», затем читают Аль-Фатиху, затем Сур Аля-Аля, не произнося дополнительных такбиров, мы скажем, что в этом нет проблем. Ведь относительно этих такбиров есть разногласия среди учёных. И на эту тему приводится ряд хадисов. Лучшим из того, что приводится, является хадис от Абу Шуайба со слов его отца, от его деда о том, что Пророк, саляллаху алейхи вассалям, произносил 7 такбиров в первом бракате и 5 во втором. Также передаётся от Аиши, да будет доволен ей Всевышний Аллах, что Пророк, саляллаху алейхи вассалям, произносил 7 такбиров в первом бракате и 5 во втором, не считая двух такбиров во время поясных поклонов. Передаётся также от Кассира ибн Абдуллах аль-Музани, со слов его отца и деда, что Пророк, саляллаху алейхи вассалям, произносил 7 такбиров. Также подобное приводится от Саада аль-Карза. Все эти хадисы имеют слабость. Приводится также от Хузейфа и Абу Мусы, что Пророк, саляллаху алейхи вассалям, произносил четыре такбира в первом ракате и три такбира во втором. И в этом нет ничего плохого. Однако лучше и более правильно произносить семь такбиров в первом ракате и пять во втором, не считая такбир, произносимый во время вставания. Таким образом, совершается праздничный намаз. Как я уже сказал, произнесение этих такбиров является сунной, а не уаджибом. И если кто-то намеренно не произносит их в этом намазе, то его молитва действительно, и на него не возлагается никакого искупления. Получается, шейх, что если человек не знает, как совершать праздничный намаз, то совершает обычный намаз, да? Пусть он совершит этот намаз, подобно добровольному намазу. Совершит два раката, подобных добровольному намазу. Он совершает два раката, подобно тому, как совершает их во время намаза Аль-Духа, имея при этом намерение совершить праздничный намаз.